На данных мониторах представлены стационарные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений. В регионе насчитывается 187 комплексов автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения. Представители Госавтоинспекции и Воронежского центра фото- и видеофиксации сообщают, что ежегодно в местах, где установлены камеры, регистрируется всё меньше ДТП. За последние три года идёт снижение количества совершённых ДТП в местах, где у нас установлены комплексы. То есть это эффективно, это заметно, это видно. Мы подсознательно понимаем, что с камерой, скажем так, уже проще договориться невозможно, поэтому всё-таки правосознание водителей, участников дорожного движения, оно всё-таки повышается. Сами водители к подобным мерам относятся по-разному. Камеры видеофиксации принуждают людей снижать скорость в каких-то моментах, но это в любом случае хорошо. Но если одни считают, что наличие камер видеонаблюдения снижает уровень аварийности на дорогах, то другие уверены, что система автоматической фиксации не столь эффективна, как об этом говорят. В основном водители знают, где установлены эти камеры, просто снижают скорость и дальше едут так, как ехали. Весь эффект. А между тем, только за 10 месяцев текущего года на территории Воронежской области было вынесено более 2 миллионов административных постановлений за правонарушения на дорогах. Таким образом, в бюджет области поступило более 1 миллиарда рублей. Такова общая сумма, набежавшая от штрафников. Мы три года слышим по телевизору, как у нас хорошо работает фотофиксация. У нас сейчас уже несколько сотен этих камер. И, в общем, ну только положительные реляции. И вот вам факт. Опять же, в Воронеже на дорогах наезды на пешеходов. А для Воронежа очень больная тема. У нас регион, где вообще-то самое неплохо приятное состояние аварийности с пешеходами. В 2015 году было 80 наездов на пешеходов. Сейчас 100. По словам руководителя Центра фото-видеофиксации, этот факт действительно имеет место быть. Рост у нас отмечается, независимо, конечно, от того, что мы работаем. Стараемся, принимаем меры соответствующие. У нас есть рост по видам ДТП. Это столкновение и наезд на пешеходов. Сегодня наибольшее количество нарушений связано с превышением скоростного режима. Иногородние, наверное, пролетают под эти камеры, они будут платить штрафы. А те, кто ездит и знают, где установлены эти камеры, на это дело уже не попадается. К слову, Воронежская область значится на пятом месте в десятке регионов с самыми маленькими размерами штрафов. Как посчитали эксперты, средний размер штрафа, который получает местный автомобилист, варьируется в пределах 700 рублей. В Москве, я знаю, штрафы гораздо больше. Поэтому, ну, надо ездить аккуратно. Я езжу нормально, поэтому, в общем-то, на меня это сильно не влияет. Но даже эта сумма существенно для Воронежской казны. За эти три года собрано в виде штрафа по письмам счастья с Воронежских, ну, и не только Воронежских, а проезжающих по территории Воронежской области автомобилистов, более 4 миллиардов рублей. И довольно-таки ощутимая часть вообще воронежского бюджета собирается вот на этих камерах. Но представить современный мегаполис без системы фото- и видеофиксации сегодня просто невозможно. На данный момент, с учетом сокращения сотрудников ДПС, это является, по сути дела, одним из самых эффективных средств для обеспечения безопасности дорожного движения. Причем Воронеж стал одним из первых городов, где в 2010 году появились первые дорожные камеры видеонаблюдения. Другая маленькая хитрость, которая также используется наряду системы автофиксации, касается использования муляжей для профилактики снижения ДТП, имитирующих работу комплексов. Да и статистика говорит в пользу большого брата, ведь подсознательно каждый из нас понимает, что проще договориться с гаишником, чем с бездушной камерой. Что касается смертельных случаев, да, в текущем году зафиксировано снижение, меньше на 4% чем в прошлом году. И фиксация нарушений правил дорожного движения, вот средствами техническими, это на 100% можно сказать эффективный способ пресечения правонарушений. Да, аварийность снижается, спору нет, но остается еще одна проблема. По результатам опроса воронежцы не удовлетворены качеством автомобильных дорог. Как показывает статистика, треть всех ДТП в Воронеже области случается именно из-за плохих дорог.